всех приветствую меня зовут александр слученко и сегодня мы поговорим о принципах правильного питания об эффективности питания этих принципов 12 о которых я сегодня вам расскажу они будут вести результатам по здоровью к эффективности целям по здоровью будь то снижение веса или нормализация веса и нам или набор мышечной массы то есть эти принципы для вас помогут достигнуть ваших целей и оставаться здоровыми и быть активными и радостными в течение дня всей вашей жизни так начну с биологических законов организма наш организм выстраивается из того что мы кушаем и пьем то есть каждое мгновение идет возобновление клеток тканей то есть все что мы съедаем это является строительным материалом и поэтому первый принцип который является лежит в основе фундамента питания это необходимость то есть та пища которая к нам поступает она нам необходимо чтобы мы наши органы системы выстраивались рассчитана и уже проверено что из одного килограмма продуктов 50 грамм только идет на строительный материал те которые на самом деле из которых выстраивается сердце почек головной мозг и пища которая поступает нам переваривается от пяти до шести часов то есть идет процесс пищеварения переваривания то есть пища в любом случае это закон биологии закон жизни нам нужно чтобы мы жили таким образом питаться нужно каждый день и необходима еда которая будет нас нас выстраивать итак первый принцип мы разобрали если пища нам не поступает то соответственно это ведет к дефициту питания и снижение продолжительности жизни развитию заболеваний к снижению энергии то есть идет снижение функций всех органов и систем и человек начинает себя плохо чувствовать и так далее второй принцип который очень важен это достаточно то есть организм испытывает колоссальный дефицит последние десятилетия столетия определенных питательных веществ минералов витаминов незаменимых аминокислот то есть всех тех веществ которые выстраивают структуру это аминокислоты минералы витамины полезные жирные кислоты незаменимые ферменты то есть весь строительный материал и таким образом еще есть момент когда каких-то веществ больше получается там жиров углеводов или белков каких-то меньше получается такой дисбаланс очень важно что была достаточность этих веществ еще раз подчеркну любой дефицит это идет дисфункция какого-либо органа который испытывает дефицит того или иного вещества третий принцип это усвояемость учеными доказано что после 40 лет усвояемость падает на 40 процентов то есть она не сразу падает на 40 процентов а с временем начиная там с 20 или с 25 лет когда идет снижение выработки ферментов постепенно снижение выработки ферментов гормонов то есть таким образом то что человек кушает это не значит то что она усвоится особенно в наше время когда еда является с консервантами красителями и добавками различными химическими веществами которые создают вкус свет эти вещества долго хранятся я думаю что эта информация достаточно в интернете в инфосредствах и очень важно чтобы присутствовал температурный режим при приготовлении пищи то есть правильный температурный режим до 60 градусов после 60 градусов идет разрушение белков витаминов минералов то есть пища то есть приготовлено на самом деле вещества погибли таким образом человек съел но строительный материал не поступил усвояемость очень важна для тех людей которые испытывают колоссальные нагрузки это различные профессии бизнесмены спортсмены либо дальнобойщики и так далее либо люди которые интенсивно учатся или работают то есть для этих людей усвояемость имеет колоссальное значение если не усваивается пища в достаточном количестве они остаются голодными кстати по этому принципу идет переедание те люди которые очень много хотят кушать на самом деле они механически решают вопрос но не качеством то есть они то съедают пищу но к ним не поступает через кровь все полезные вещества для того чтобы орган клетка ткани это получила и выстроилась следующий принцип качество качество это значит что продукт должен быть полноценный по белкам жирам минералам и витаминам если в этом этот продукт пустой то то же самое человек съел это просто получился что лишний вес он эта пища зашла в пищевод кишечнике осталось лежать в виде баланса но она она не содержит всех питательных веществ и получается что человек опять остается голодным и испытывает дефицит питание соответственно строительного материала что ведет то есть цели эти люди не получат те которые стремятся к здоровью следующее это структура питания то есть соотношение очень важно каждый день получать определенное количество белков жиров и углеводов ни в коем случае нельзя быть какой-то дисбаланс то есть есть диеты белковые углеводные и так далее и так далее ни одна диета не работает это мое личное мнение как доктора как нитрициолога как специалиста и получается что человек потом срывается но самое страшное в этих диетах не то что человек потом опять наберет вес либо опять придет к нулевому результату либо к минусовому результату о том что на всех диетах идет дефицит страшный дефицит гормона серотонина гормона счастья поэтому люди на диетах со временем ощущают себя несчастливыми и таким образом срываются на другие продукты следующий принцип это сезонность сезонность питания то есть очень важно холодное время кушать что-то теплое согревающее либо в жаркое время что-то ослаждающим но ни в коем случае в жару кушать горячий суп борщ или другие горячие блюды а зимой кушать мороженое или там холодную окрошку или что-то еще холодное то есть это противоречит физиологии и очень важно есть по сезону потому что те фрукты овощи или продукты которые завозятся не в их сезон они в основном выращены искусственно то есть они не содержат всех веществ которые нам нужны и плюс самое страшное еще добавлены нитриты нитраты какие-то химикаты чтобы они хорошо росли и выросли минимальное что они могут быть пустыми то есть они так красивые вкусные но ни в каком образе не принесут пользу человек не достигнут результатов по здоровью следующий принцип адекватность адекватность то есть это соответствие вашему образу жизни вашей нагрузки вашему отдыху вашему климатическому местонахождению ну например если человек много работает то обязательно ему утром нужно завтрак чтобы получить энергию и строительный материал если он отдыхает то необязательно плотный сильный завтрак то есть может быть легкий перекус либо может до полудня подождать дальше адекватность это значит что если вы чувствуете голод то обязательно покушайте не придерживайтесь того принципа что только два раза в день три раза в день или только утром или только вечером то есть должно быть мудрость здравомыслие вот это является адекватностью то есть сам организм вам будет подсказывать что сколько и чего кушать по поводу продуктов очень важно чтобы все продукты были натуральные это тоже является осознанностью адекватностью и чтобы они не отравляли организм и очень важно в адекватности чтобы был баланс то есть не было переедания и не было недоедания это тоже адекватность по поводу продуктов которые полезны для здоровья, будут отдельные выступления, лекции, видео, потому что эта тема глобальная, огромная, и за короткое время невозможно все объяснить. Существуют целые институты питания, сейчас распространяются центры диетологии, целые движения диетологии, даже есть специальная профессия, врач-диетолог и так далее, и так далее, специалисты по питанию, поэтому мы подробно к этой теме вернемся в следующие разы. Дальше, про адекватность я хочу напомнить, что очень важно по поводу завтрака, например, завтракать до 8 часов утра, потому что до этого времени человек должен сходить в туалет, и по большому, и по маленькому, и по завтраку. Если это позже, и человек не сходил в туалет, не было опорожнений кишечника, мочевого пузыря, то это неадекватность завтрака. Если пока у вас это не получается, значит, нужно к этому стремиться и налаживать физиологию организма, в частности, пищеварительные системы. Это возможно, но только у каждого свое время и постепенность. Следующий принцип – это пауза в питании, либо называется пост. Это скромное, легкое питание. То есть, какой-то период времени нужно кушать продукты, которые легкие, диетические, для того, чтобы разгрузить органы пищеварительной системы, печень, поджелудочную, кишечнику, дать им возможность восстановиться. То есть, все наши органы работают, вот как люди ходят на работу. Если их перегружать, то они устают так же, как и люди, и приходят к истощению их сбоя. Поэтому это очень важный физиологический момент – делать пост или паузу. Например, есть такие дни голода. Кстати, следующий принцип – это голод. Один раз в неделю, один раз в две недели. Выберите, какая чистота вам удобнее, комфортнее. Например, есть такой вид голодовки и кадыш без воды и без еды. Тоже отдельная тема. Я ее начал проходить с этого года один раз в две недели. И вот, учитывая принцип адекватности, если я в поездке или загружен работой, соответственно, я пока его не прохожу, я прислушаюсь к своему организму. Кто-то может проходить. То есть, это все индивидуально. Индивидуальный подход – это адекватность. И голод может быть на воде, может быть на каких-то моментах. Но этот момент очень важен, потому что существует уже научно доказано, даже Нобелевская премия, что однодневные голодные дни способствуют внутреннему очищению организма. Этот процесс называется апоптос. То есть, организм очищает умершие клетки, какие-то больные клетки. То есть, идет внутреннее очищение организма. Это способствует здоровью, долголетию и накоплению резерва жизни. Следующий принцип – идеология питания. Зачем есть? Как есть? Для чего есть? То есть, в зависимости ради чего и зачем есть, это будет вас продвигать. Либо к болезням. Если это продукты фастфуда, быстрого питания, потому что в интернете есть экспериментальные видео, как люди были на одном фастфуде и полностью через месяц уже были больные. Все анализы плохие – печени, почек, поджелудочные. Это можно посмотреть, набрать в ютубе. Либо это еда здоровая, питание, которое будет вести к энергии, к бодрости, к долголетию, к хорошему самочувствию. Как есть? То есть, очень важно, в какой обстановке человек кушает. Либо он разговаривает по телефону, либо смотрит телевизор. То есть, все, что отвлекает от процесса питания, оно снижает пищеварение, снижает усвояемость. То есть, хуже идет процесс усвояемости, все физиологические пищеварительные процессы. То есть, пища не приносит стопроцентную пользу. То есть, идеология питания отражается на конечном результате. И следующий, последний принцип питания – это совместимость продуктов. То есть, например, молоко нужно кушать отдельно, то есть, нельзя смешивать с другими продуктами. Например, дыня тоже кушается только одна. Мясо сочетается с овощами и так далее, и так далее. То есть, принцип совместимости имеет огромное значение. Если все смешивать, то идет очень большая нагрузка на поджелудочную, и идет недопереваривание пищи. То есть, идет брожение, гниение и остальные моменты, которые плохо влияют на конечный результат. То есть, все процессы переваривания, усвоения и выстраивания питательных веществ. Таким образом, дорогие друзья, я хочу еще к принципам питания дополнить те продукты, которые помогут всем людям, которые взяли любые цели по здоровью. Прежде всего, это продукты, которые называются продукты детокса. Это продукты одновременно питают, то есть, снабжают организм белками, минералами, витаминами, клетчатками, ферментами. И одновременно очищают организм. То есть, человек и питается, и очищает. Это продукты, которые содержат клетчатку, потому что те продукты, которые содержат клетчатку, они способствуют очищению кишечнику, самому большому органному выделительной системы, которое нужно регулярно поддерживать в чистом состоянии, иначе, если грязный кишечник, идет интоксикация, загрязнение, и снижается и переваривание, и усвоение той хорошей полезной еды, которая укушает те. И продукты, которые ощелачивают организм, и продукты, которые разжижают кровь, способствуют хорошему микроциркуляции, лимфодренажу. То есть, итог какой? Все продукты, которые способствуют налаживанию и улучшению функций всех выделительных систем, печени, бочек, кишечника, лимфосистемы, они максимально улучшают пользу от полезных продуктов питания, и максимально поддерживают все те 12 принципов питания, о которых я говорил выше. Для того, чтобы запустить эффективность правильного питания, я рекомендую все нормальные, адекватные люди заботиться о гигиене ротовой полости, то есть чистить зубы. И эффективно, максимально результативно начинать свое утро с революционного зубного порошка «Микробрайт». Именно этот зубной порошок содержит, он из натуральных ингредиентов, содержит мощнейший антиоксидант, алоэ и все компоненты, которые способствуют санации ротовой полости и убирают все патогены микроорганизма, вирусы, бактерии, грибки и так далее, и поддерживают чистоту и здоровый кислотно-щелочной баланс. Таким образом, если человек поддерживает чистоту в ротовой полости, съедая другие продукты, он не заглатывает вирусы, бактерии, какие-то вещества вредные, которые не попадают в желудок и не отравляют и не вредят. Далее это касается того, что есть альтернативное питание, очень удобное. То есть, если надо сходить, купить, приготовить правильно эти продукты, которые должны выдержать время переваривания, усвоения, о котором я говорил выше, то есть альтернативное питание, натуральное, полезное, которое максимально содержит все вещества, очень хорошо переваривается быстро и выполняет все те функции, то есть поддерживает все выделительные системы, способствует микроциркуляции и полностью строительный материал. Это коктейли, уникальные коктейли, хай-файбер, вот такой тут вся клетчатка, растворимая, нерастворимая, и те продукты, которые способствуют жиросжиганию, нормализации, улучшению обмена веществ. И очень полезный коктейль, Daily Delicious Beauty Shake, шоколадный, малиновый, ванильный, на разных вкусах. Эти коктейли очень удобно готовить, буквально несколько секунд в шейке или в стакане. Очень вкусные и полезные для детей и взрослых. Или Energizer походный коктейль со вкусом манго, апельсина. Их можно комбинировать, можно смешивать, но они настолько удобные, вкусные и полезные, что результаты по здоровью идут очень быстро. Те люди, которые начали процесс правильного питания, начали с водного режима, с очищения, эти люди, присоединив эти коктейли, только максимально улучшат свои результаты и будут еще лучше себя чувствовать. Я сейчас хочу рассказать о продуктах базовых, которые являются высококачественными и являются основой питания. В первую очередь это белковое питание, продукты белкового питания, которые содержат практически все аминокислоты. Начну с продукта номер один, чемпиона по белковому питанию, это называется Противити. Вот так вот выглядит этот продукт. Этот продукт содержит матрицу аминокислот и усваивается через 20 минут. Через 20 минут все аминокислоты в крови, все незаменимые, частично заменимые, и происходит строительство. Если это уставший головной мозг, значит улучшается структура мозга. Если это сердце, значит ткань сердца. Если это иммунитет, значит иммунитет. Если человек занимается спортом, значит мышечная ткань будет укрепляться, расти, жизненный тонус. На втором месте это продукт, созданный природой, это водоросль спирулина. Это продукт всем продуктом, королева питания. Она, получается, содержит 17 аминокислот, минералы, витамины, клетчатку, чистит печень, разжижает кровь, укрепляет и зрение, и память, и мышечную ткань, и иммунитет, и так далее. То есть очень много полезных свойств. Этот продукт очень полезен детям для роста укрепления, а взрослым для выносливости, работоспособности. И самое главное, это самый щелочной продукт. То есть все, что ощелачивает, способствует мощному оздоровлению. Про белковое питание я еще хочу добавить такой продукт, как люцерна. Это королева трав. Она содержит все минералы, витамины, аминокислоты и очень много клетчатки. То есть мощно очищает кишечник, почки и способствует общему очищению, оздоровлению организма. Является эубиотическим ужином. Если взять люцерну с бикурунгой, то есть клетчатку люцерну и бикурунгу, или суперфлору, то есть полезные бифидолбактерии, на ночь вместо ужина, то идет мощное очищение кишечника, очень хорошее питание, и человек наутро себя чувствует легко, бодро и без интоксикационных симптомов. То есть он стартует свой день с высокого энергетического потенциала. И очень важно в фундаментальном питании это полезные жиры, незаменимые жирные кислоты. Это класса омега-3. Такой продукт, как омега-3 на 60, этот продукт максимально улучшит состояние сердца, стенки сосудов, эндокринной системы, головного мозга, внешнего вида кожи, зрения. То есть это концентрат рыбьего жира, который позволит максимально выстроить все необходимые органы и системы. Очень полезен детям и взрослым. В принципе, это постоянное питание, потому что испытывая дефицит белков и жиров, люди будут приходить к болезням, и будет снижаться энергия, уровень общего состояния. То есть будут себя очень плохо чувствовать. Таким образом, завершая нашу сегодняшнюю встречу по правильному питанию, я хочу пожелать вам притяживаться правильных принципов, эффективностей и пользоваться, кушать, ввести в рацион питания самые высококачественные продукты питания, которые ведут вас к самым максимальным превосходным результатам. Желаю всем успехов и удачи!